Привет всем! Меня зовут Татьяна Андреева. Лето не за горами, пора обновлять гардероб. Сегодня предлагаю вам такой вариант переделки футболки. Приступим! Начинаем с рукавов. Примерно до середины отмечаем глубину выреза на рукаве и разрезаем его. Расположите изделие перед собой таким вот образом. Заверните верхний край надреза вовнутрь и сформируйте бантик. Отрезком ткани зафиксируем бантик в центре. Зашейте эту часть изнутри иголкой с ниткой. Такая футболка получается после проделанных манипуляций с двумя рукавами. Идем дальше, изменяем область груди. Примерно чуть ниже уровня бюста делаем горизонтальный разрез вдоль всего переда футболки. Вот так. Собираем на нитку верхнюю часть, слегка стягиваем. Получилась форма бантика. Закрываем стежок полоской ткани, вот так. Фиксируем эту часть ниткой с иголкой с изнанки. Вот что вышло. Теперь нужно вывернуть футболку наизнанку. Швейными булавками скалываем два ранее разрезанных края футболки, вот так. Теперь аккуратными небольшими стежками сшиваем верхнюю и нижнюю часть футболки. Я рекомендую шить вручную петельным швом, так как машинная строчка может деформировать ранее разрезанные края. Я зашила, вот что у меня получилось. Выворачиваем футболку и примеряем на себя. Если у вас есть небольшой животик, можно оставить футболку в таком виде. Если хотите подчеркнуть талию, то проделываем следующее. Справа и слева закладываем складки, которые идут от основания бантика к боковым швам внизу. Когда вы примерите изделие, вы увидите, что ткань сама складывается в этих местах нужным образом. Вам только останется ровно заколоть их булавками. Теперь снимаем футболку и выворачиваем наизнанку. Нужно переколоть булавки таким образом, чтобы складки были свободные. Вот что я имею ввиду. Дальше на швейной машинке или вручную прошейте эти две складки вот так по прямым линиям. По сути всех этих действий у нас образовался треугольник в области живота между этими двумя складками. Примеряем футболку. Отлично сидит. Хорошего вам настроения. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых выпусков. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok